ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ух! Привет. Привет, Марка. Здравствуйте. А вы что здесь делаете? Вот, решил с дровами помочь. Как же ваш отпуск? Отпуск подождем. Нужно посмотреть. Старое дело. Об убийстве вашего отца. Я оленя в наших краях давно его не видел. Глазам своим не поверил. Думал, может, косуля какая крупная натоптала. А тут вдруг вижу, что Танюшка вон там стоит, красавица. Познакомиться решил? Он в глаза мне заглянул. Подниму на него руку или нет. Сначала один шастал, а потом целое стадо потянулось. Дай бог, приживутся, если браконьеры не изведут. А что, уже узнали? А как же, куда от них скроешься? О, слышишь, мой трубит. Сейчас я вас с ним познакомлю. Ух ты! Охотник? Может, браконьеры. Пойду выясню. Пап, подожди, я с тобой. Стой здесь. Куда? И дальше ни шагу. Все будет хорошо. Удачи-то. Здорово. Что ж ты делаешь и поганится, а? Не балуй ее, Рез. Всяко может обернуться. Тайга все скроет. Не надейся, Семен. Не скроешь. Правда, она все равно наружу прольется. Рано или поздно. Таня, ты чего здесь? Не пойму. Нет, нет, нет. Что с тобой, а? Что было потом? Потом я услышала твой первый крик и очнулась уже в больнице. А что сделали с Чумаковым? Чумакова отправили в тюрьму, но только за браконьерство. Доказать убийство твоего дедушки не удалось. А это же несправедливо. Давай, градусник. Тридцать семь и пять. Как тебя угораздило? Не знаю. Извини, родной, мне нужно ответить. Слушай, Алексей Вадимович. Таня, в деле твоего отца есть зацепка. Это очень важно. Я хочу немедленно допросить Чумакова. Присоединяйся. Не получится. У меня Денис заболел и мама уехала к сестре. Не могу его одного оставить. Давайте перенесем на утро. Не вижу смысла. Я уже иду к Чумакову. Потом перезвоню тебе. Жду звонка. Ты чего? Если тебя Чумаков убьет. Так же, как дедушку. Не бойся. Я же не одна. Меня Алексей Вадимович защитит. Али, Алексей Вадимович? Нет, Танюха, это я. Илёх, а что случилось? О, Танюш, привет. Ты куда в такую рань? Ой, дядя Игнат, хорошо, что я вас встретила. Можете с Денисом посидеть? Он заболел у меня, а мама уехала к сестре. Да ну, конечно. О чем речь? Ага. Еда на плите. Если ему будет хуже, сразу звоните. Хорошо? Да не волнуйся. Хорошо. Слушай, а что случилось? Лица на тебе нет? Ой, беда, дядя Игнат. Ну, примерно хотя бы в котором часу эти выстрелы были. Можете сказать? Танюш, может... Серёж? Огнестрел в спину почти упор. Когда? Часа три назад. Мужик из того дома сказал, что ночью слышал выстрелы, но вышел уже на рассвете. Увидел, сразу позвонил Илье. Он был ещё жив? Не думаю. Тань, что Ярцев мог здесь делать ночью? Он ушёл от Чумакова. Подошва без рисунка. Дальше след пропадает. Убийца ушёл по траве. Есть. И следственные комитеты уже выехали. Нужно срочно задержать Чумакова и допросить. А при чём тут Чумаков? Что делать, Илья? Иди, иди. Я сам здесь управлюсь. Илья? 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего надо? Семен Захарович, когда вы видели Ярцева? А кто это? Серьезно? Кто такой Ярцев? Подполковник Ярцев. Наш начальник. Не знаю такого. Ко мне начальники домой не ходят. Ну что ты врешь? Ярцев вчера был здесь. Вы разговаривали. По дороге домой его убили. Чего? В спину выстрелом из ружья. Чего ты гонишь на них? Все так, Чумаков. Дело серьезное. Ну а я что? Мне-то он зачем? О чем вы разговаривали? Так, за жизнь балакали. Что конкретно спрашивал Ярцев? Спрашивал, как мы последний раз с твоим папашкой в лесу корешались. Рассказывай, как Ярцеву. Я тогда все рассказал, все в деле есть. Дословно. Мне. Сейчас. Рассказывай. Ну слушай. У тебя уже сухорука с рогами и оленем мясом прихватил? Что, мало? Хочешь еще срок добавить? Ну тебе тоже чистеньким не удастся остаться. Не надейся. Все знают, что мы друганы. Это в прошлом. Ну кому в прошлом, а кому и в настоящем. Я так с Сухоруковой сказал, что мы заодно. Ты оленя приманиваешь, а я бью. В общем, я предложил, чтобы Юрец дал на лапу Сухорукову, чтобы он не очень зорко на наши дела глядел. Сам не решился. Ну, они на коротке, а я кто такой? Да Сухоруков и так не взял бы взятку. Ну, Юрец и не решился. Испугался, что захомутают. Жена узнает, Танюха. Запозорится, испугался. Взял ружье, приставил к сердцу и выстрелил. Вот и все. Нет, не все. Когда ушел Ярцев? Ночью. Часа два по дикой было. Ты за ним пошел? А что мне за ним ходить? Что я кот мартовский по ночам гулять? Спать завалился. Размер ноги какой? Что? Твои? Ну, очи. Ну, Сух, третий. Ну, и что? А зачем это? Ружье где в доме? Вон там, в шкафу. Запах порохового дыма отсутствует. Ствол вычищен. Уничтожили следы ночного выстрела? На охоту собираюсь. Поэтому почистил. Всегда так делаю. Отменяется твоя охота, Чумаков. Это почему это? Ну, повезем Бердан на экспертизу. Зачем? Будем определять, стрелял кто из него последние 10 дней или нет. Да я уж месяц как в тайгу не выходил. Из города никуда. Идем. Танек, Танек, подожди. Ну, я же тебя тогда в тайге от смерти спас. Загнулась бы вместе с пацаном своим. На себе в больничку тащил. За это спасибо. Вот. А ты на меня гонишь. Еще какую-то мокруху хочешь повесить. Если вы что-то вспомните, немедленно сообщите в отдел полиции. Иначе вам могут быть предъявлены обвинения в противодействии следствия. До свидания. Видел? Видел, как он задергался? Он же перекосило всего. Ну, а кто бы на его месте не задергался? Это ничего не доказывает. Как не доказывает? Ярцева убили, потому что он нашел в материале дела отца какую-то зацепку. И он звонил мне перед тем, как сюда пойти. Не может быть просто совпадением. Справедливо. Я никогда не поверю, что мой отец браконьер. И никогда не верила, что он покончил с жизнью самоубийством. Я запрашивала дело в архиве, мне не дали. На пересмотры отправляла. Отказали за отсутствие оснований. Я понял. Пойдем, Тань. Ну, сейчас мне уже никто не помешает. Следственный комитет уже здесь. Быстро прилетели. Танюш. А, Сереж, ты иди, я сейчас. Тетя Тонь. Танюш, беда-то ведь какая. Беда, тетя Тонь, беда. Я вот что у вас спросить хотела? Ночью крепко спите. Да какой крепко, Танюш, а? Ведь от каждого шороха просыпаюсь. А что? У соседа вашего дверь скрипучая. Ой, не говори. Скрипит на всю улицу. Уж доконал меня окаянный. Я ведь ему сколько раз говорю. Ну, ты смажь петли, а? Ну, смажь ты петли. А ему что в лоб, что по лбу. Как еще земля-то его носили. Тетя Тоня. Танюш, я тебе что хочу сказать-то? Отца твоего Чумаков убил. А больше некому. Ты прости меня, конечно. Но ведь отсе дело-то совсем ничего, а? Я тебя чего хотела спросить? Тетя Тонь, подождите. Ночью сегодня дверь скрипела. Я спать легла, думаю, буду овец считать, чтобы уснуть. Скрипит окаянная. Ну, я села в кровать, думаю, не овец буду считать, а сколько раз дверь у Чумакова скрипит. Ну, ведь четыре раза, четыре раза скрипела, а? Ну, чтобы ему пусто было окаянному, а? Хорошо, спасибо, тетя Тонь. Для Гавриловича экспертиза дня два-три, там уже будет что-то понятно. Яс. Дай добрый день. Подбираю, желаю. Крылатов Александр Васильевич, руководитель следственной группы Следственного комитета. Третьякова, Татьяна Юрьевна. Да, мы уже знаем. Также в курсе вашей версии. Сейчас отправляется ружье на экспертизу этого вашего браконьера. Как его? Чумакова Семена Захаровича. Соседка Чумакова дала показания, что ночью его дверь скрипела четыре раза. Значит, дважды кто-то входил, кто-то выходил. Первым был Ярцев, вторым, полагаю, был Чумаков. Он вполне мог нагнать Ярцева, выстрелить в спину и вернуться домой. Я считаю, что Чумакова нужно срочно задерживать. Прямо сейчас. Четыре раза, говорите? Да. Ну, мало ли, что заставило человека четыре раза выйти в отбор. Или просто выглянуть. Вы бы за уши не притягивали, Татьяна Юрьевна. Чумаков клялся, что сразу после ухода Ярцева лег спать. Получается, не лег? Чего ему во двор выглядывать? Не спится? Совесть замучила? Он вообще хотел скрыть, что Ярцев у него был. Может, об остальном врет? Ну, хорошо, если вам от этого станет легче, оформите ему подписку о невыезде. Только, если вам интересно мое мнение, не надо искать мотив в столь отдаленном прошлом. Закопайтесь. Ярцев был хорошим опером. Он посадил десятки злодеев. И кто-то решил ему отомстить. Мне кажется, убийца уже покинула Веснамирск. Я не согласна, Александр Васильевич. Татьяна Юрьевна, вот не надо делать скоропалительных выводов. К тому же, оказывается, у вас в этом деле свой личный мотив. Да вы не знаете, что это... Капитан Третьякова, возьмите отгул. Если вы не против, конечно. Ну что вы, я только за. Танюш, ну иди домой, пожалуйста. Танюш, ну иди домой, пожалуйста, ну... Танюш! Что, тетя Тонь? Да я вот попросить хотела, не срочно, но если уж минутка свободной будет, ты зайди уж ко мне, а? Обязательно. Расскажи-ка мне, друг мой Денис, что ты больше всего в жизни любишь? Жареную картошку. Понятно. Так вот, для рыб, всякие там насекомые, мошки разные, это то же самое, что для тебя жареная картошка. Причем рыба не понимает, настоящая эта мошка, ненастоящая. Она рот разденет на крючок, тьоп, и тут ты ее и вытаскивай. А главное, что живых червячков муче не нужно. Понимаешь? Мам, мы с дядей Игнатом пойдем на рыбалку. Можно? Конечно можно, когда выздоровеешь. Я уже здоровый. Ну, потерпи еще чуть-чуть. Ты знал моего дедушку? Денис, почему на «ты»? Это невежливо. Танюш, мы с ним договорились. Мы договорились, что мы с Денисом исключительно на «ты». Правильно? Знал, конечно. Твой дедушка был очень хороший человек. Мама с Ярцевым ищет браконьера, который его убил. Ага. Ну что ж, это дело серьезное. Стой, Стой, Игнат. Танюша, слава богу, что ты здесь. Мамо, на минус. Я откусила. Танюш, Танюшечка. Танюш, мне так жаль. Мам, ну не надо. Я сейчас заплачу. И поплачем. Поплачем. Такое горе. Я так надеялась, что у тебя не будет. У тебя наконец все сложится. Да о чем ты думаешь-то? Ну прости, 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 прости. Сама не знаю. Пойдем домой. Нет, я на минутку зашла Дениса проверить. Мне пора. Не можешь. Без дела в четырех стенах сидеть. И душу травить. Это тетя Варина гадала, что Ярцеву грозит смертельная опасность. Когда он только приехал. Помните? Это когда они с Танюхой в тайгу, что ли, пошли? Ну да. Это же верная примета. Он должен сто лет жить. И не сработало. Клава, не разводи сырости. Так лихо. Чаю сделать? Не надо. Не откажусь. Танюх. Крылатов где? Уехал обратно в Зурайск. Ждет протоколов. Вот мы с Серегой сидим, как проклятые. Танечка, послушай. Нам очень жаль. Тань. Я хочу забрать дело отца из кабинета. Крылатов опечатал кабинет Ярцева. Танюш, послушай, не стоит этого ворошить. Я же тогда участвовал в расследовании. Причиной смерти твоего отца признали самоубийство. В его теле обнаружили пулю из его же ружья, которая лежала рядом. У Чумакова ружье другого калибра. Чумаков мог выхватить ружье отца, выстрелить, положить рядом. Вы такую версию не рассматривали? Следствие вел Сухоруков. Он дотошный. К его расследованию не подкопаешься. К чаю есть пирожки домашние? Клава, ну нельзя же все время про еду говорить. Что ты орешь? Извините. Да, грибов-то в этом году. Ого-го. Что есть, то есть. Ладно, Василий, я пришел. Будь здоров. Ну, давай, Иваныч, удачи тебе. Давай. Ай. Ай. Владимир Иванович, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Аниша. Ой, сколько лет я здесь проработал. А теперь что мне пенсионеру делать? Только песок, который из-под меня сыплется, подметать. Не наговаривайте. Я себя никогда не поверю. Татьяна. Да. Ну, что за дело у тебя ко мне? Ты ведь не просто так меня пригласила? Слышали, что у нас случилось? Ну, как же слышал? Я к вам за помощью. Незадолго до своей гибели Алексей, подполковник Ярцев, обнаружил в материалах дела отца зацепку, которая помогла бы нам узнать правду. Какую правду, Татьяна? Ну, мне до сих пор жаль, что твой отец нарушил закон. Я, между прочим, до последнего ждал, что он, одумается, придет ко мне с признанием. Но, увы. Владимир Иванович, что мог обнаружить Ярцев? Да ничего не мог он найти. Дело вообще было проведено безукоризненно. Ничего ваш Ярцев найти не мог. Если я сказал, так оно и есть. Если не сходится. Не сходится. В материалах дела сказано было две гильзы. Одна из ружья Чумакова, а он стрелял в оленя. Другая из ружья отца, а он стрелял, как вы считаете, в себя. Я слышала три выстрела. Да тебе, Татьяна, тогда в твоем состоянии вообще могло показаться все что угодно. Хоть фейерверк. Танюш, не вороши прошлое. Легче от этого никому не будет. Простите, что побеспокоила. Играет музыка. Таняш, вот… Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. О! Слышишь, мой-то рубит. Сейчас я вас с ним познакомлю. Ух ты! Охотник? Может, браконьеры. Пойду выясню. Подожди, я с тобой. Куда? Стой здесь и дальше ни шагу. Все будет хорошо, дочур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МАМИ 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 Выстрелов было три. Выстрелов было три. Выстрелов было три. Танюшечка, и правда, отказалась бы ты от этого расследования? Мам, от тебя это слышать как-то, ладно, Сухоруков, ты-то что? Так, что? Что? Говори. Хорошо. Хорошо, я скажу. Танюшечка, незадолго до Юрины смерти, я нашла на пороге нашего дома конверт с деньгами. С какими деньгами? Я не знаю. Рассказала об этом Юре, он страшно рассердился, деньги забрал и велел мне никому об этом не говорить. Я и молчала никому ни слова. Мам, ты думаешь, папа был в чем-то виновен, что он в доле? Танюш, я не знаю, что думать, я за тебя боюсь. Мамочка моя милая, папа наш ни в чем не виновен, не надо сейчас бояться. Я найду тех, кто его убил, я найду убийцу Ярцева и справлюсь. Мам. Ничего не бойся. О, утро доброе. Здрасте, дядя Игнат. Вот пришел ступеньку вам починить. Давно надо было меня позвать. Ну, чего стесняться-то? Работы у меня немного. Спасибо вам. Ну, пока не за что. Слушай, ты не ушел. Я тут про начальника твоего услышал. Да, такая у нас беда. Ну да. А Денис-то знает? У-у-у. Слов пока не нашли. Вот это правильно. Понимаешь, это мужской разговор. Давай я с ним поговорю. Ты не беспокойся, я... Я нужные слова найду. М? Спасибо. Он славный. Теть Тонь. Ой, Танюш, как хорошо, что пришла-то. Обещала. Чего у вас тряслось? Ой, да не надо. Зря я на тебя наседала. Иди вон ищи, кто вашего начальника убил. Не поймали, что ли, злодея-то еще? Нет, пока не поймали. Вот, а еще я тут со своим огородом. Ну, а чего у вас с огородом? Все вроде нормально. Да какое нормально? Абразин какая-то натоптала. Вон, посмотри. Посмотри, вон, цветы уничтожила, а. Это надо. Забор вон свалил. Как Мамай прошел. Ага, так стоп. Не топчем. А когда этот Мамай прошел? Так позапрошлой ночью я на рассвет встала, во двор вышла, а там натоптали. В ночь убийство Ярцева получается, да? Ой, как жалко, Тарич. Какой хороший человек, молодой. К людям подход знал. Что-нибудь, я веревочку возьму? Да бери. Татьяна, а где забор-то поломан? Вон там, Танюш. Вон. Ага. Я верну. Ага. Ага. Хамinen, кто рым. Этлези. Где инструкции вы represents? alan в умиглетная мать вот как-то ничего. По-тиккеamedао. Эти Garкубал Seeихи состоит After Jana, Фу-то у monальных артики. Татьяна, а в девятнадцатом доме кто живет? В тайге? Да. Женщина одна, Ольгой зовут. Давно? Ну так полгода, наверное. А вот откуда приехала, не знаю. Знаешь, вся такая себя видная. Но, думаю, без семьи. Одна живет? За это я поручиться не могу. Тут ее мужик какой-то недавно спрашивал. Спрашивал, где живет. Какой мужик? Точно наш. Не лесногорский. Мрачный. Ага. Спасибо, тетя Тонь. А? Алло, Илья, привет. Помощь нужна твоя и Сереге. Давайте я вот тете Тоню жду. Першин Сергей Борисович. Будем знакомы. Третьякова Татьяна Юрьевна. А к вам как обращаться? Ольга. А, по отчеству? Можно просто Ольга. Для вас Леля. Чем обязан Сергей Борисович? Ольга, в связи с трагическим происшествием, возможно, услышаны. Конечно. Конечно, как не слышать. Мы с коллегой проверяем всех незарегистрированных приезжих. Я зарегистрирована. Все в порядке. Соседи сказали, что у вас были гости. Какие гости? Какой-то мужчина. Вам видней. Мужчина? Вы что, какой мужчина? Ну, хотите вместе? Пойдемте посмотрим, поищем мужчину. Проходите, проходите. Да вы вот проходите, не стесняйтесь. Ну и что? Не видать мужчину-то? А как выглядел-то мужчина? Не сказали соседи? Симпатичный хоть? М? Может, еще вернется? Да, ты знаете, вечерами так тошно? Одной. Вы, Сергей Борисович? Не женаты? Нет пока, но я собираюсь. Ну, собираться еще не значит жениться. Да вы не бойтесь, так чего вы испугались? Вы приходите ко мне вечером. Посидим, чайку попьем. Со сладостями. Обязательно. Тань, пойдем. Спасибо. До свидания. До свидания. Илья, ну что у тебя? Ничего, из дома пока никто не выходил. У нас тоже ничего. Что, прям совсем-совсем ничего? Ну, не совсем-совсем. На подоконнике пачка таежных. А такие вонючие до слез, что ли? Да. Фу, ты жути. Странный вкус у этой леди. Может, в подполе кого прячут? Сдается мне, что этот гость скоро дост дера, придется понаблюдать, кто первый. Отлично. Что случилось? Да вот про начальника твоего рассказывал. Малыш, ты поплачь, поплачь. Поплачь. Твоя мужика, это нормально. Выполкать все, а потом заботиться от тех, кто вязан. Это я один. А у тебя и мама, и бабушка. Да и Ярцех тебе то же самое посказал. Да, это правда. Ну вот. Слушай, а завтра мы с тобой на рыбалку пойдем. Потому что это дело откладывать уже нельзя. Рыбки оберятся и перестанут хлебать. А на наши мушки, они будут клевать? Вот мы это и проверим. Если мы с тобой сделали хорошие мушки, уйдем с уловом. М? Так, все, давай, иди умывайся. Иди. Еще раз спасибо, дядя Игнат. Что бы мы без тебя делали? А, хватит. В краску гоняйте. Ладно, счастливо. Надо же. Столько лет жили рядом с Игнатовым. Нет, ну общались, конечно, по-соседски. Но не знала, что он такой добрый. Так он к нам и не заходил. А когда захотеть-то было, женат был человек. А вот когда Раиса умерла, в себя ушел. Только теперь раскрылся. Хороший. Душевный человек. Что-то разболталась я. Душевный человек. Душевный человек. Продолжение следует... Сергей Борисович, какой гость в такой поздний час? Да, вот не спится, решил пройтись. Сергей Борисович, значит, ноги сами ко мне привели? Получается, что так. А как же невеста? Значит, правая обещать не значит жениться? Холодает что-то. Может, зайдем ко мне погреметь? Придемте. Да, тетя, 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 не помнись. Я не кусаюсь. Тетя Варя. Да я все уже знаю, у вас там на работе переполох. Садись. Приди в себя. Не могу. Еще и Сережа на меня накричал. Ну, ты, наверное, сама виновата. Чего это я и виновата? Погадай мне. Да я и так тебе скажу. В мыслях у него другая. Другая. Кто другая? Татьяна? Ну, а ты как думаешь? Ой, я так и знала. Только у Сережи симпатия ко мне появилась. А теперь Татьяна для него. Снова свет в окошке. Жалеть ее станет. А через жалость и все остальное вернется. Что же мне делать? Ну, тебе надо сделать так, чтобы он обратил на тебя свое внимание. И чем быстрее, тем лучше. Алло, Илья Гаврилович? А где сейчас Сережа? Ага, поняла. Все. Ну, проходи, садись. Чего ты такой нерешительный? Ой, а пистолет тебе зачем? Ты что на свидание с пистолетом ходишь всегда? Я только со службы. А, понятно. Ну, так отстегни его. Кого? Пистолет. Хочешь, я тебе помогу? Так, мне пора. Куда? Ты ж только пришел. Посиди чайку у папи с конфетками. Эй! Клава? Какой же ты подлец, Сережа. Ненавижу. Смотри-ка, не наврал насчет невесты. Давай, давай. Беги, догоняй ее теперь. Клава, стой! Подожди! Клава! Привет, мам. Привет. Что такое тут делаешь? Готовлю завтрак. Дядя Игнат сказал, что я должна заботиться о вас с бабушкой. Какой ты молодец и встал пораньше. А я проспала. Мне уже идти надо. Подожди, мам. Еще не готова. Бабушку накорми обязательно, а я съем, когда вернусь. Хорошо? Мам, подожди. С собой возьми. Сейчас съем. Ммм, очень вкусно. Пока. Пока. Ну, чего? Спокойно все? Да как сказать? Ну, так и скажи. Выходила, нет? Выходила. Куда? В тайгу. Точнее. Упустил, что ли? Ладно, иди отдыхай. Бывает. Бывает. А, я иди. Академ. Бывает. Академ. Академ. Выходим. Академ. 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 Здорово, Серёня. Дай-ка в глаза твои гляну. Тётя Тонь, у тебя что, других дел нет? Да дело-то у меня навалом. Вот только у тебя лиходей, ни стыда, ни совести, а? Ты что, с Клавой-то сделал? А что такое-то? А, что такое? Да и завелась она вся, сама не своя ходит. А слёз-то сколько, а? Море, да и то больше. Когда ты её видела и где? А, опомнился. Только поздно теперь извиняться-то. Да и не увидишь ты её больше, нет тебе прощения. Что значит не увижу? А то и значит. Что случилось-то? Вот мучиться теперь будешь всю оставшуюся жизнь. Она-то за себя постоять не смогла. Варвара теперь за неё заступится. Чесаться будешь, пока дырку у себя не протрёшь. Тьфу тебя, ахальник! Тёть Варя, где она? А тебе-то чё? Ну ты скажи хоть, жива нет. Клав, подай голос. А то твой любезный решил, что ты руки на себя поди наложила. Пусть даже не мечтает. Слышал? Ну, тётя Тоня. А, это она тебе шепнула? Да какой шепнул? Я от её шёпота чуть не оглох. Эк тебя разобрало-то. Клав! Ну выйди на минуту. И не подумаю. Клав, я ни в чём перед тобой не виноват. Вот честное слово. Клава, я в засаде сидел. Видела я твою засаду. Уходи, Серёжа. Не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Да перестань ты в самом деле. Тётя Варина, хоть ты ей скажи. Я скажу. Сядь вон. Я вот что тебе скажу. Ты перестань девке голову удурить. Если она тебе не нужна, так и скажи. Нужна. Сядь вон. Сядь вон. Полиция. Руки поднял? Ручьё бросил? Быстро! Бросил. За что повязали, начальник? Сел человек поесть. А эта ворвалась с волыной. Я метнулся за ружьём. Шугануть хотел. Справка об освобождении из мест заключения. Харлачёв Леонид Ефимович. Ограбление, незаконное хранение оружия, причинение телесных повреждений. Отсидел восемь лет. Освободился две недели назад. С какой целью прибыли в Лесногорск? К женщине. К Савушкиной. Ольге Николаевне. По переписке познакомились. Как освободился, сразу к ней рванул. Думал, как люди пожить. Не успели. А что так? Так вот же какого-то легавого грохнули. Ольга баба умная. Увела меня от греха подальше. Ну и что? Мокроху шить будете? А ты не убивал. Да на кой мне это надо? Я той ночью спал и горя не знал. Какой у вас размер ноги? Сорок третий. Снимай ботинок. Оп. Ногу на стол. Пожалуйста. Без рисунка? Курите? Курю. Что именно? Угощайтесь. Таежная. Начальник. Ружье не мое. В шалаше нашел. А кто же с него стрелял? А я-то почем знаю. С Ярцевым был знаком? С каким Ярцевым? Подполковник Ярцев, начальник городела полиции, был застрелен из ружья того же калибра. И что-то мне подсказывает Харлачев, что это то самое ружье есть. Не-не-не-не, начальник. Не знал я никакого подполковника. Меня на нары вообще другой следак определял, из другой области. Ознакомьтесь, подпишите. Не буду я ничего подписывать. Я с вами как с людьми, а вы мне шьете. Ладно, без твоих закорючек обойдемся. Мы свое дело сделали, дальше с тобой Следственный комитет будет разбираться. Встать! Как скажешь. Ружье оформлено? Угу. Ну, первый пошел. Что там с Савушкиной? Отпустил под подписку о невыезде, предъявить ей нечем. Угу, можно. Клав, ну что, начальник, обломался? Иди давай. Привет, Клав. Доброе утро. Клав, а мне показалось, или ты сегодня не с той ноги в стол? Все в порядке, Илья Гаврилович. Илья, я не вижу разночтений в показаниях. Савушкина пишет, что познакомились по переписке, пригласила в гости, ну, хотела устроить личную жизнь. Меня только смущает, зачем такой видной женщине вчерашний сиделец? О вкусах не спорит. По поводу ружья. Савушкина тоже отрицает, говорит, что шалаш общий, и мог ружье подкинуть кто угодно. Сереж, а ты ночью почему Савушкина упустил? Да там такое дело вышло. Какое такое? Она переодеваться стала? Ну, я отвернулся. Вот дает. Повернулся, в доме ничего не видно. Я пошел дом обходить. Смотрю, она к тайге подходит. Я за ней. В тайге ее не нашел, темно было. А что, Клав? Вот Серега у нас такой правильно, поэтому так получилось. А я бы, например, глаз бы не оторвал. А что ж тебя Люба не слышит? А при чем здесь Люба? Так, ладно, давайте к делу. Ружье нужно отправить за Уральска и выяснить, не из него ли убили Ярцева. Да какой мотив у Харлачева? Это пусть в Следственном комитете разбираются, знаешь. Понятно. Ярцев предпочитал до всего находить самостоятельно. Алло. Аркадий Львович, здравствуйте. Третьякова, Татьяна, Лесногорск. Да, нужна ваша помощь. Нам нужно срочно отправить ружье на экспертизу и установить проверку личности Харлачева, Леонида Ефимовича, восемьдесят шестого года рождения. Нам нужно понять, когда-нибудь Харлачев проходил по делам, которые были у Ярцева. Угу. Спасибо. Клав! Клава, нужно срочно распечатать постановление на экспертизу. Да, сейчас. Клава, а ты хочешь съездить с Сергеем в Зауральск? Нет. Я... Я не могу. У меня... У меня дел много. Сама езжай. Благодарю за службу. Утерли нос следственному комитету. Проморгали они убийцу. Аркадий Львович, вы считаете, Харлачев убийца? С экспертизы спорить глупо. Она показала, что Ярцев был убит из ружья, которое вы обнаружили у Харлачева. А что он смущает? Меня смущает отсутствие мотива. Харлачев мог знать Ярцева? Ярцева Харлачев знать не мог, но зато он вполне мог быть знаком с Фокином. С нашим Фокином? Да. С тем самым Золотым Воротилой, который именно благодаря Ярцеву отправился на зону. А там же отбывал срок и Харлачев. Фокин вполне мог заказать ему убийство Ярцева. Значит, знакомство по переписке – это формальный повод приехать в Лесногорск. Скорее всего. Я не понимаю, если Харлачев так тщательно готовился к убийству, зачем он хранил ружье? То есть он отпечатки стер, а ружье на память себе оставил? Скоро мы это узнаем. Завтра Харлачева этапируют из Лесногорска. Если его виновность подтвердится, то от Следственного комитета будет выражена благодарность вашему отделу. Разрешите идти? Идите. Татьяна Юрьевна, я вас попрошу, останьтесь, пожалуйста, еще на пару слов. Я подожду. Я хотел выразить вам свои соболезнования. Алексей незадолго до гибели вновь занялся расследованием дела вашего отца. Значит, вы были ему небезразличны. Это я же медведь, а? Хотел сказать что-то человеческое. Получилось так неловко. Простите, Татьяна Юрьевна. Все нормально, Аркадий Львович. Если вы найдете основания для пересмотра дела вашего отца, я сделаю все возможное, чтобы оно было вновь открыто. Спасибо вам. Разрешите идти? Идите. Тань, я все понимаю. Сомнения есть всегда. Но мы свое дело сделали. Да, но почему Харлачев сразу никогда не сбежал? В шалаш кто угодно мог заглянуть. Неужели подумал, что не найдут? Ну, прикипел он к Савушкину. И вот и крыша поехала. Прикипел, подумал, что не найдут. От ружья избавиться забыл. Не много ли всего и сразу? А ты все Чумакова подозреваешь. Смотри, Сереж. На месте убийцы найдены были следы 43-го размера. Такие носят не только Харлачев, но и Чумаков. И Чумаков первым после Ярцева вышел. Он мог его нагнать и выстрелить. А ружье подбросит Харлачеву. Ну, а что тогда Харлачев забыл в Лесногорске? Я вот не верю в его случайный роман Савушкина. А ты? Савушкина приехала в Лесногорск недавно. Родственников нет. Контактов ни с кем не завела. На допросе у Сагайды сказала, что любит тайгу. Грибов и ягод она не собирает, как ты понимаешь. Нигде не работает, но все живет непонятно. Что вообще ее связывает с Харлачевной? Надо о ней получше разузнать. Ай, вот эти простые караси, а до чего вкусно. Славный рыбак растет у вас, Нин Федоровна. Славный. Здорово это вот, когда ведь и дочь, и внук рядом, да? Нам женой Господь детишек не дал. Вот кукулю, один одиночник. Когда жена умерла, я подумал, уеду я, уеду, куда глаза глядят. А потом понял, что от одиночества ты не убежишь. И я после смерти мужа не знала, куда себя деть. А жила только, когда Танюша с Денисом вернулись. Танюшка, добрый вечер. Привет, Танюш. Давай садись к столу, прям к ужину. Игнат с Денисом целое ведро рыбы наловили. Ух ты, Денис спит без задних ног. Дядя Игнат, что бы мы без вас делали вообще? Ой, да брось ты. И до нас жили, и после нас будете жить. Танюша, я чего спросить хотел. Люди говорят, злодея вроде поймали. Зря говорят, дядя Игнат. Но мы обязательно поймаем. А, ну да. Ну и бог. Эх, ну ладно. Пойду. Что-то я засиделся у вас. Так, стоп, дядя Игнат. Чего испугается? Где она? Ах ты. Да, ну, наверное, на рыбалке где-то зацепился. Да ладно, невелика потеря. Нет, нет, не надевайте. Я вас так не пущу. Давайте сюда куртку. Да ну не надо, Таня. Ну, почему? Е-богу, получается, что напросился. Хоть что-то для вас сделаем. Сейчас похожую найдем. Так, ну, совсем похожей нет. Подожди, Тань. Дай-ка я сам выберу. Вот, вот, вот это подойдет. Ну, она с дефектом. Возьмите другую. Да нет. Ну, ты чего, примет не знаешь? Если какая-то вещь с изъяном, то она будет служить долго-долго верой и правдой. Давай. Пришивай. Тетя, Тонь, вы же все про всех знаете. Что, про Савушкина вообще нечего сказать? Ну, вот ничего не могу сказать. Не буянит. Компанию не водит. Живет спокойно. Веркин, я не могу сказать, что 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 к ее дому сам Фокин приценивался. Фокин? Угу. Тетя, Тонь, вы уверены? Да я сама не понимаю. Ну, вот зачем ему Веркин дом? Ну, ведь Верка-то соловьем ведь заливалась, что даже не торговался и вдвое дороже отдал и наличными, и деньги-то заранее. Вот какой человек. А я потом смотрю, а в этом доме только живет. Угу. Спасибо, тетя Тоня. Танюша. Да нет. Ну, маленький. Ну, угощайся. Ага. Ага, спасибо. Ага, все, давай. Я не понял, ты зачем в Николь сгонял, а? Выяснял насчет Савушкина. Впредь прошу все следственные мероприятия обсуждать со мной, тем более, когда тратишь государственный бензин. Илья Гаврилович, вы роли начальника репетируетесь? Возмущаюсь, что вы все тайком от меня. Прости, Илья, это моя инициатива. Ну, Сереж, выяснил что-то? Да ничего особенного. Савушкина любила гульнуть. Соседи на нее часто жаловали участковому, ухажеров меняла. Потом уехала и ничего никому не сказала. Просто исчезла, и все. То есть в Никольске любила гульнуть, а в Лесногорске стала затворницей? Угу. Интересно получается, да? Ну, эти вопросы можно до скончания века задавать, а ответа все равно не будет. Есть у меня ответ. Давайте Хрлочева допросим еще раз, пока не увезли. Тогда не будем терять время. Да не убивал я. Начальник, зачем мне? С какого перепугу? Зачем вы приехали в Лесногорск? Какое поручение дал вам Фокин? Ну, увидел я вашего Фокина на зоне. Не базарил с ним ни разу. И то, что он из Лесногорска знать не знал. Зачем приехал, я уже сказал. По женскому обществу соскучился. Ну, врете, Хрлочев. Опять соврали. Дом, в котором жила Савушкина, купил для нее Фокин. Интересно, почему? Она была его любовницей? А мне-то откуда знать? Будешь молчать, подведешь себя под статью, а Савушкина сядет за участие в убийстве. Фокин тебя за это где угодно достанет. До приговора ты не доживешь. Да не убивал я. А Ольга вообще здесь не при делах. При каких делах? Хрлочев, говорите. Ладно. Фокин, когда на зону заехал, сразу стал искать надежного человека. О, вот так сюрприз, Сергей Борисович. Соскучился. Ой, товарища с собой прихватил. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Ольга Николаевна. Гражданка Савушкина, ознакомьтесь. Что это? Восстановление на обыск. Обыскивайте на здоровье, пожалуйста. Может, чего найдете, только вы и мне тогда расскажите, а то вдруг я чего не знаю. Обязательно, обязательно. Пойдите. Ну, обыскивайте, обыскивайте. Ольга Николаевна, обыск проходит без понятых, поэтому все происходящее буду записывать на видеоканал. Пожалуйста, записывайте, снимайте. Что ищете, Сергей Борисович? Алмазы или золото? Значит, Алмазов не уверена, а вот насчет золота я лично не сомневаюсь. Откуда ему здесь взяться-то? Фокин соорудил тайник. Ради этого он купил этот дом и вас сюда поселил. Ну, надо же, я и не знала. Фокин нанял гонца Харлачева, чтобы он сопроводил вас в поселок рядом с зоной. А ценности из тайника предзначались Фокину, чтобы монозоне комфортно жилось. Ну, и вам на дом перепало. И хотел, чтобы вы были рядом. Харлачев вам рассказал. Сказочник. Нашли, кому верить. Слушайте, ребят, тут какой-то подоконник любопытный. Да, да, какой-то он широкий. А что у нас тут? Вот тут подрезано. Серега, ходи-ка сюда. Ну-ка, ну-ка, держи. О, друзья мои. Гражданка Савушкина. Это гениально. Снимаешь? Да. Так. Внимание на стол. Оп. Почти. Вот эта тварь легавая. Тихо, Лёля. Тихо. Тихо, Лёля. Придержи темперамент. А это у вас что там? Ушиблась. Не помню где. Так, я про это золото. Деньги ничего не знала. Может, оформим, как сдачу клада. Сколько мне процентов полагается. Я могу поделиться. Ну что, заманчивое предложение. Что? Ну что, договорились? Жаль, моральный принцип не позволится. Ну, а вы? Пройдемте. Быстро. Вперед. Тяжелый. Интересно, сколько из него кулонов можно сделать, цепочек, колец обручальных. И золото не только украшения делают. Сфотографируй меня. Эй, 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 эй. Отставить фотосессию. Работать кто будет. Так, ты описи... Да. Да? Распечатай, да. Раз, два, три, четыре. Подождите, а где еще один? Я не знаю. Но их же пять было? Ну, мы ничего не брали, только сфотографировали. Вот ведь на минуту вышел и утерет вещдока. Так. Может, здесь? Илюх, а ты что в моем столе-то шаришься? Ты правда думаешь, что я взял? Я что, ненормальный? Ну, кто тебя знает. А что теперь будет? Статья 158, часть 2. Клава, где золото? Да, да вы... Что за намеки? Шутка, шутка. Вот. У вас ведь перед носом лежало. Полицейский всегда должен быть начеку, ладно, Клава? Что с нее взять? Ну, ты-то дальше своего носа не видишь. Неудивительно, что ты Савушкину проворонила. А, умный. А весь док без перчаток трогаешь. Ну, и шуточки у вас, товарищ начальник. Ладно, будем считать, что это учебная тревога. Обхохочешься. Работайте, не разглагольствуйте тут. Александр Васильевич, здравствуйте. О, Татьяна Юрьевна, добрый день. А я не с пустыми руками. Ружье нашего браконьера Чумакова. И заключение. Экспертиза показала, что из него уже давно никто не стрелял. Но вы нашли и убийцу, и орудие преступления. Готов признать, что я недооценивал ваш профессионализм. И могу повторить это перед коллегами. Не стоит, Александр Васильевич. Вы скажите, вы планируете самостоятельно доставить Харлачева в Зауральск? Мне, конечно, льстит, что вы обо мне заботитесь. Но я не настолько сумасбродил, чтобы путешествовать вдвоем с убийцей. Нет, сейчас подъедет автоза. Отлично. Значит, там места хватит для двоих. А кто еще? А я вас познакомлю сейчас. Умеете вы заинтриговать, Татьяна Юрьевна? Ольга Николаевна, вы подтверждаете, что должны были доставить эти ценности к месту содержания под стражей Фокина. Я все сказала. Ничего не знала, никуда не собиралась. Вам самим не надоело по кругу ходить? Ну, если ни у кого больше нет вопросов, давайте собираться. Допрашивать будем в Зауральске. У меня есть вопрос к гражданке Савушкину. Ольге Николаевне, за что вы убили Ярцева? Еще какие-нибудь висики есть? Ну, давайте сразу, чего мелочиться. Я была уверена, что Чумаков убил Ярцева. Но сейчас я готова признать свою ошибку. Это очень неожиданно, но хотелось бы поподробнее. С самого начала мне казалось, что все как-то очень просто. Нас как будто за ручку привели к Харлочеву. И ружье появилось, и так услужливо пачка сигарет таежных на подоконнике. Но теперь я все поняла. Увидела синяк на плече Ольги Николаевны. Знаете, от чего синяк здесь появляется? Это отдача от ружья. Да нет, у меня ружья и не было никогда. И ботинки 43-го размера были у вас под рукой. И ружье вы могли подбросить шалаш прежде, чем туда привели Харлочева. Вам было несложно его подставить. Да где доказательства? Александр Васильевич, какой у вас рост? Метр семьдесят пять. А вы можете сделать пару своих обычных шагов? Считайте это следственным экспериментом. А почему нет? Пожалуйста. Здесь? Да. Стоп. Достаточно. Семьдесят пять сантиметров. Средняя длина шага для человека вашего роста. В огороде тетя Тоня предполагаемый убийца оставил следы. Те самые следы, которые привели нас к дому Ольги Николаевны. Я измерила следы. Длина шага 60 сантиметров. Странно, правда? Ведь Харлачев выше вас. Александр Васильевич. Значит, и следы должны быть длиннее, а они короче. След длиной шестьдесят сантиметров оставляет человек рост примерно один метр шестьдесят пять сантиметров. Что, конечно, не мешает ему надеть ботинки сорок третьего размера. Точнее, не ему, а ей. Еще пьяная рыбалка проспала. Что вы думаете-то? Раз-два посчитали и все? Ольга Николаевна, выкрутиться не удастся. На вашей одежде, конечно, остались следы крови Ярцева. Частицы его мягких тканей, следы пороха на руках так быстро не сходят. Экспертиза докажет вашу вину. За что вы убили Ярцева? Решили отомстить за своего возлюбленного. Испихнуть все на Харлачева. Чистосердечное признание писать будете? Нет, не будет. Ну ничего, мы и так все знаем. Ничего ты не знаешь. Всю жизнь испоганила. Знаешь, что такое любить, когда с любимым быть не можешь? Знаешь? Ты. Знаю. У меня все. Сережа, я все слышала. Подслушивала? Ну интересно же, ты с самого начала знал, что Савушкина убийца? Нет, это Таня догадалась. Странно, если она так Фокину любит, зачем она к тебе лезла? Может, хотела, чтобы я влюбился в нее по уши от ареста ее спас? Клава, ты в следующий раз полегче. Былыжник выбирай. До свидания. До свидания. Татьяна Юрьевна, а вы молодец. Я ваш должник. Если будут какие-то пожелания или просьбы, не стесняйтесь. Печать с кабинета Ярцева можно я сниму? Ну да, разумеется. И еще, я прошу меня простить. При первой нашей встрече был не слишком любезен. Не помню такого. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Есть кто? Что надо? Ружье твое принес. Наигрались? Вот здесь распишись. Теперь Танюха успокоится? Не мечтай. Эй, начальник! Ты скажи ей, что я не при делах. Она разберется. Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 М? Давай пришивай Денис! Мам! Где Денис? На рыбалке с Игнатом, только ушли Ну как, Дениска, нравится рыбалка? Да Только главное, знаешь, мне что в рыбалке Главное терпение Понимаешь, потому что рыбка клюет не сразу Нужно дождаться Она вроде сейчас вот может плавать там вокруг червячка Понимаешь? Потом вдруг цоп И тут ты ее Фоп! Клюет все, по-моему Клюешь же, давай, давай Давай, подсекай Давай Ну Ничего Ну и ничего, что ничего Давай, давай, забрасли Давай, давай, подальше Ага Стоять! Ни шага дальше Ничего не бойся, сынок Правильно, что бояться-то? Все свои Давайте разойдемся по-хорошему Пистолетик брось Танюша, не тяни резину, у меня нервы и так шалят Пацана твоего я не трону, дойдем подальше, я его отпущу Не скушай Все, все Денис! Стой! Че кольнушь меня в припоцелье? Денис, за помощью беги Беги, сказала Умно, Танюш Так все равно не больнешь Еще шаг, а я стреляю От возера пойти Ага Денис Где Денис? Где Сережа? Где мама? Там Тебе ж про папашу узнать надо Правильно? А тебе про него, кроме меня Да Никто не расскажет Серега, побудь с парнем Рассказывать Все Начните с убийства отца, потом Сухорукова А, сволочи Считаю до трех Оснований для самообороны у меня достаточно Считаю до трех Раз Я свидетель Два Стой, стой Давайте помогу Одиннадцать лет назад Вы с Чумаковым охотились на оленей Да Илья, диктофон Сухоруков Задержал Чумакова с рогами и мясом Меня Чумаков не выдал Сказал, что охотился Только с твоим отцом Юрец, я тебе там деньжат подбросил Договорись с Сухоруковым Дальше будем вместе зарабатывать С кем это? Вместе Ты главное договорись Эти что ли? Они самые Ну дурак же ты, Юрец Ты с ним что ли, Гнат? А что? Что тебе не так-то? Да все не так Он через меня в человека поверил Стадо свое привел Думал жить Будем вместе Но вам же Нажива превыше всего Сволочи Ну да Понятно, понятно Значит Не договоримся Ты что наделал? Так ты деньги подобрал? Вали к Сухоруку Скажешь, что лесничий сам себя завалил Позора не вынес А про меня забудь, понял? Я потом отблагодарю Полисказом ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чувакова посадили за браконьерство Олени я Больше не видел Постепенно Все обо всем забыли Ярцев Что спросил у Чумакова? Кто с ним? И твоим отцом Был в тайге Ну а когда Ярцева-то убили Чумаков запаниковал Я его успокоил Говорю, сиди тихо, никто ничего не докажет Ты ведь Такую кашу сваряла Чумаков дома? Кого там черт несет? О-о-о Владимир Иваныч, какими судьбами? Третьим будешь? Нет, Игнат, я по делу Твои дела все вроде в прошлом Да, я тоже так думал Но сегодня узнал об одной своей ошибке Не смогу с ней жить Ай, Иваныч, и ты туда же Мало мне этой танки малахольные следака покойного В глаза мне смотри Что ты скрыл от меня? Ничего, Иваныч, я отвечаю С кем ты был в тайге? Кто убил Третьякова? А тебе что, известный Игнат? Вот тебе здрасте, а я тут с какого лешего? Ну, Семен тебе в рот смотрит, подсказку ищет Слушай, Иваныч, не богу Тебя, старость, видать, котелок-то совсем уже засвистел Может и так Собирайтесь, в городел прогуляемся Там продолжим А? Живо, на выход Погоди, погоди, погоди Ну, ты кто такой? Ты заслуженный пенсионер, правильно? Вот и отдыхай заслуженно Семен, давай третий рюмку И ты не командуй в чужом доме Хоть чтоб я подкрепление вызвал, да? Нет, не хочу Ай, Иваныч! Что? Куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, да и... Я все спросить хотел Как ты догадалась? Вот так? Тихо! Мама! Мама! Серега, покой Значит, выжил Чумаков Угу И что с ним теперь будет? Пойдет под суд, как соучастник Игната Сухоруковой жаль Тань, а бойца-то отца твоего Она и впрямь верой и правдой послужила Вот надо же Столько лет жили рядом с убийцей Поддоровались с ним С праздниками друг друга поздравляли Если бы не Ярцев, у меня бы ничего не получилось Он мне подсказку оставил Помог найти, кто убил отца Сдержал обещания Мам, мы идем? Угу Да, с вами Все, пойдем Осторожней там Угу Мам, а если они больше никогда не вернутся? Может и не вернутся Столько лет прошло Ну, тогда мы все это зря с кормушками Твой дедушка любил повторять Делай как надо И никогда не опускай руки Мам Мам, смотри Иди к нам, не бойся Иди к нам, не бойся Мам 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 Павел, запомните это мгновение. Это настоящее сокровище. Профессор, в этой пещере полно сокровищ. Жаль, что вы не желаете этого замечать. Может, вы все-таки передумаете? Нет, и еще раз нет. Не втягивайте меня в свои авантюры. И вам я советую. Выкиньте все это из головы. Угомонить все же. Павел, я напишу на вас докладную и буду требовать, чтобы вас исключили из Академии наук. Пишите. Пишите, потом сами пожалеете. Вы мне угрожаете? После всего, что я для вас сделал... Да отцепись ты от меня, идиот! Пошел прочь отсюда, придурок! Прочь пошел отсюда! Видели бы вы себя со стороны профессора. А ты что здесь делаешь, а? Ты зачем вернулся? Профессор, я не сказал вам о самом главном. Вот. Вон, пошли отсюда. Валера, оставь. Твой тезка не помнит ни добра, ни человеческого отношения. Достучаться до него еще никому не удалось. Замолчи, мошенник. Замолчи! Замолчи! Что это? Это духи тайги. Господи, Талер, ты меня напугал на духи тайги. Духи тайги! Давай, мы здесь! Ух ты! СТУК В ДВЕРЬ Ой, маменька родная, да что же это такое делается-то, а? Да миленькая, да что же, да кто тебя так-то, миленькая мой, да что же это такое? Денис, ты помнишь, сколько тебе задали читать на лето? Хоть одну книжку открыл? Ну, а потом открою, сейчас же каникулы. На каникулы и задали. Мам, ну как-то повлияло бы на него. Денис, а вот что сказал бы папа? Он-то за свою жизнь сколько книг прочитал? Таня! Таня, ты дома? О, тетя Люба пришла. Здравствуйте. Здравствуй, Любочка, садись с нами завтракать. Да нет, нет, я уже… Здравствуй, тетя Люба. Привет. Ой, простите, что врываюсь в ЧП у нас. Что случилось? Профессор Красноперов пропал. И его ассистент тоже с ним пошел. В общем, вернулся весь в крови, сейчас в больнице. Люба, кто такой Красноперов? А это те, которые в тайгу отправились в какую-то пещеру исследовать? Это не какая-то пещера, а на ее стенах и нарисованы рисунки, которым 15 тысяч лет. Вот это молодец, правильно. Так рисунки эти сейчас только нашли, что ли? Да вот представь себе, наш земляк Валера Изотов пошел на охоту, ну и случайно обнаружил. Молодец, что догадался сфотографировать. Мы с Валерой написали письмо в Уральское отделение Академии наук. Приехали ученые, сейчас пошли туда в экспедицию, ну и Валера с ними как проводник и там мало ли помочь. Сейчас. Вот они, вот они перед экспедицией, как раз это профессор Валерий Петрович Красноперов, это его ассистент Павел Данилюк, а это наш Валера Изотов. Угу, Валера, Валера. Два Валерия. Да, ну такое совпадение. Проводник Изотов, вот он сейчас где? Он тоже пропал, представь себе, я же говорю, Тань, там что-то страшное случилось. У меня Илья рано утром ушел на рыбалку, затемно ищу, до сих пор не вернулся, но я сразу к тебе. Молодец, с фотографиями пришли, пожалуйста, ладно? Хорошо, сейчас. У него разрыв барабана перепонки в левом ухе и правое повреждено. Это ужасно больно, он кричал, как сумасшедший. Угу, а что именно кричал? Требовал охрану поставить у его палаты, боится каких-то духов. Духов? Да нет, он не буйный, на людей не бросается. Но вы все равно осторожней и говорите громче, он сейчас плохо слышит. Да, спасибо. На посту у меня подождите, пожалуйста. Угу. Павел Андреевич! Павел Андреевич! Вы меня слышите? Третьякова Татьяна Юрьевна, гороотдел полиции Лесногорска. Расскажите, что случилось в пещере с вами и вашими товарищами? Они, они остались там. Где там? В пещере. Там плакал ребенок. Не выносилось звука, он сводил с ума. Павел Андреевич, откуда в пещере мог взяться ребенок? Вы его видели? Это были духи тайги. Я смеялся над ними, а они отомстили. Павел Андреевич! Павел Андреевич! Павел Андреевич! Ой, что это? Хорошо, если жив этот профессор и в здравом уме. Он, ассистент его, с катушек съехал, несет всякую охинею. Да, он, конечно, не в себе, но шок пройдет, и мы с ним и поговорим. Там еще и проводник пропал. Да Изотов наш местный, из-за него волнений меньше. Интересно, куда нам дальше? Люба вот, смотрите, и тут, и там метку поставила. Ой, надо было Любу с собой взять. Все толку больше. Заведи себе жену и таскай, куда хочешь. А я свою берегу. Илья, ты разобрался? Мы что-то кругами ходим. Слушай, ну если заплутали, то совсем чуток. Ну с кем в тайге не бывает, ну. Сейчас. Сейчас, сейчас, вот здесь вот. Вот она кружком обвела. Ну вот, туда и надо. Куда, туда? В болото, что ли, Илья? Дай как. Ну. Да, Илюха, рано тебе в начальнике. А это не твое дело. Ясен пень. Я о нас с Танюхой думаю. С таким начальником мы преступники не нужны, сами перемрем. Серега, ты чего ворчишь? Ты завидуешь, что ли? Ты вроде в начальнике никогда не рвался. А я не рвусь. За тебя беспокоюсь. С какой ты стати? Так все, хватит. Надо туда. Давай, иди. Чудо-чудо. Вот она, эта пещера. Ничего себе ветрило. С ног сбивает. Это потому, что ты легковесный. Так, не топчи, не топчи здесь. Все, все. Пойдем и обойдем. Оп-па. А это что? Это, наверное, кто-то желание загадывал. Знаешь, загадываешь желание, строишь пирамидку. Детский сад. В такой глуши только медведи могут желание загадывать. И сколько тут народ топталось? Точно не скажу, но ощущение, что двое. Следы ведут к селению Марийцев. Судя по карте, здесь два километра. Еще Люба говорила, что ученые собрались там остановиться. Давайте разделимся. Мы с Танюхой пойдем к Марийцам, а ты, Серега, останешься пещеру осматривать. Э, я с духами как-то не очень. Хорошо. Но давайте я тогда останусь. А если духи? Да не боюсь я ваших духов. Идите. Ну, спасибо, Люх. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво здесь. Угу. Интересно, в каком доме остановились ученые? А кто тут главный? Администрация какая-то есть? Ну, наверняка есть. Пойдем узнаем. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хозяева! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Отец, к тебе пришли. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, люди добрые. По какой надобности? По служебной. Мы из полиции. Как к вам обращаться? Меня зовут Томая. Я здесь старейшина. Это мой сын Байтул. То есть вы здесь главный? Можно и так сказать. У вас останавливались двое ученых? Да. Они жили в доме у Мариса. На рассвете уходили в тайгу, в пещеру. Поздно вечером возвращались. Последний раз ушли вчера и до сих пор не вернулись. С ними что-то случилось? Судя по всему, да. Один из ученых вернулся в Лесногорск в ужасном состоянии. До сих пор не пришел в себя. А где профессора Красноперов и проводник Изотов, нам пока неизвестно. Значит, они не нашли обратной дороги? Что вы имеете в виду? Я предупреждал профессора, что нельзя тревожить духа в тайге. Изотов должен был поддержать меня. В нем есть наша кровь. Но он промолчал. Теперь они обречены. Проклятие духов настигнет их. И вы не ходите в пещеру. Не вздумайте. Да понятно, не переживайте. Дом, в котором они жили, где? Ну, проводи их к Марисе. Идемте. Спасибо. До свидания. Байтул, что не так с вашей пещерой? Она много веков была для нашего народа священной. Мы приносили туда дары духам тайги, чтобы они помогали нам в охоте. Но три года назад духи на нас за что-то рассердились. Это как? Вот они начали плакать, как дети. Сам слышал? Да. Это очень страшно. Отец тогда запретил даже близко подходить к пещере. Оставил дух на бабах. Нет. Мы приносим дары в другом месте. А что за дары? Яйца. Ну, как символ зарождения жизни. Блины, хлеб, квас. А жертвоприношение? Ну, что? Жертва – это наказание. Это никак не дар. И что, здесь все живут по законам предков? Ну, а те, кому что-то не нравится, они уезжают. А те, кто остаются, те – да. И, слава старейшины, здесь закон. Вот он, дом Мариса. Его жену зовут Кайна. А я пойду, у меня много работы в мастерской. Спасибо, Байтун. Нет за что. Я как чувствовал, как только Валерий Петрович и Павел не вернулись, я сразу хотел пойти на эти поиски. Отчего же не пошли? Там Ай запретил, он в ответе за каждого из нас. Скажите, ученые ссорились между собой? Да нет, но они почти не разговаривали друг с другом. А почему? Наверное, уставали за день. Где их речи? Пойдемте, я вам покажу. Татьяна, можно вас на минуточку? Да. Передайте, пожалуйста, это Павлу. Это берет богиня Мары. Она защитит Павла от духов тайги. А из чего он сделан? Я такой священного животного, медведя. Пойду в своей мастерской, делает обереги для всех жителей деревни. Хорошо, передам. Ноутбук и бумаги ученых. Я хотела про Изотова еще спросить. Я все выяснил. Пойдем, по дороге расскажу. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Будьте осторожны, пожалуйста. И не ходите в пещеру. Не надо. Не ловит. Мне же бы с Илюхой все нормально было бы. Да, не надо было его одного останется. Ты про Изотова что узнал? Дед Изотова родом из этой деревни. Нашел жену в Лесногорске и перебрал с туда. Значит, Изотов на четверть мореец. В детстве часто бывал с дедом в этой деревне. Интересно, а в пещере он бывал? А как же? И во время приношения духа присутствовал. Значит, про наскальные рисунки тоже знают. Хотя Люба говорила, что в детстве недавно нашел. Странно, да. Мутновато так-то. А насчет Тамая что думаешь? Странная эта история. То есть какая-то тайна. Не может же Данилюх себя до такого состояния сам довести? Что-то не так с этой пещерой? Если с Илюхой все в порядке, неделю не буду подшучивать. Пошли. Ну что, Ирюха, как лов? Жив и слава богу. Что случилось? Духов увидел? Услышал. Тот самый звук. И правда, как будто младенец плачет. Может, шакал? Шакала бы я не испугался. Так ты же никого не боишься. Бывает, исключение исправил, Серега. Танюш, ты куда? Ждите меня здесь. Нет, нет, нет. Пойдемте вместе. Надо же, она прямо дышит, как живая. Да, но не плачет. Духи тебя испугались. Духи оберега богини Мары испугались. Какой еще обереги, что-то пропустил? Потом, Ирюха. Ну, видишь, пыл же плачет, а? Пыл. Ага, вот это оставили ученые. О, наскальные рисунки. Мать честная, это что же здесь, когда отводились мамонты? Надеюсь, мы с ними не встретимся. Так. Кровь. Ребята, идите сюда. Ух ты. Это же этот. Профессор. Красноперов. Точно. И он мертв. И, судя по всему, давно. Изотов может быть где-то рядом. Тань, ты осмотри здесь, а мы с Ирюхой дальше пройдем. Серега, камеру включи. Сделаю. Да, и снимай все, что ты увидишь, ладно? Стой. Погоди, Ирюх, не свети. А что это такое? Да кто его знает? Может, лучше не соваться? Нет, Серега, надо все осмотреть. Дай-ка вперед и спи с ней. Да можно и спеть. Только в похоронный марш. Ух ты. Вот это сооружение. Серега, а что это за порода такая? Светится? Не знаю. Никогда такого не видел. Не трогай. Вдруг радиация. Сюда бы, конечно, археологов. А лучше целую Академию наук. Не, Академию на Дане здесь уже были. Да. Танюш, нет там никого, и следов не видно. Ну, будем надеяться, что Изотов сумел спастись. Как профессора угораздило. Возможно, он услышал плач, запаниковал и ударился головой о камни. А может, и помог кто-нибудь. Тот же Данилюк или Изотов. Возможно. Меня как раз смущает его царапина на шее. Это вскрытие покажет. Ну, в смысле, экспертиза. Таня, там внутри пирамида. Светится. Сектанты что ли здесь какие орудуют, а? Устраивают ритуальное убийство. Этого только нам не хватало. Когда-то здесь убивали Малантов, а теперь людей. Профессор, профессор. Как же так-то? Что с ним случилось? Это определит судебная медицинская экспертиза. Для нее нужны биоматериалы. Не надо так громко, я лучше слышу. Каких биоматериалов? Павел Андреевич, не хочу от вас скрывать. Возможно, профессор Красноперов был убит. И нам нужно выяснить, кто к этому мог быть причастен. Вы меня подозреваете? Я был его любимым учеником. Я глубоко уважал Валерия Петровича. Он был великим ученым. Я был всем ему обязан. Понимаете? У вас были конфликты? Об этом не может быть и речи. Ну, тогда вам нечего бояться. Уголовное дело не возбуждено еще, поэтому для сдачи биоматериала нужно ваше согласие. Да, пожалуйста, я не против. Тогда подпишите, пожалуйста. Вот здесь. Вы точно не против? Спасибо. У нашего проводника вы тоже будете брать биоматериалы? Изотов еще не найден. Для экспертизы мы возьмем что-нибудь из его вещей, да? Сделайте это обязательно. Какие отношения были у Изотова с Красноперовым? Сложные. Они были в ссоре. Я не знаю причин, но Валера был хорошим проводником. Но потом между ним и профессором что-то произошло. И Красноперов приказал Изотову вернуться в Лесногорск. Когда это произошло? Накануне этого... Этого кошмара. Угу. Как реагировал Изотов? Валера был страшно подавлен. Он собрал вещи, ушел. Но потом он все-таки вернулся в пещеру. Он хотел еще раз поговорить с профессором. Что было дальше? Красноперов страшно рассердился и стал прогонять Изотова. Но уйти Валера не успел. Начался этот... Это ужасные платья. Это шуток перепугались. Павел Андреевич, вспомните, пожалуйста. Вспомните, это важно. Вы видели, как Изотов выходил из пещеры? Нет. Я... Я первым выбежал. Они остались. Я... Я боюсь. Я боюсь, что духи найдут меня. Как говорил Тамай, я просил. Я просил поставить у моей палаты охрану. Охрану мы вам поставить, к сожалению, не можем. Но одна особа, по-моему, договорилась с духами и просила передать вам вот это. Кайна. Кайна. К... Кайна. До свидания. Дописал? У Данилюка возьмите, пожалуйста, биоматериалы. Угу. Сейчас. У тебя как дела? Ну, пока похвастаться нечем. Изотова после пришествия никто нигде не видел. Живет один. Дом заперт. Пришлось выписывать постановление на обыск. Есть одна сложность. Угу. На месте объясню. Может, Изотов с Краснопервым поссорились из-за денег? Ну, Изотов решил, что мало заплатили. В пещере тоже Изотов плакал? А был ли плач? Я вот не слышал. Ты тоже. Сагайда же слышал. Может, ему померещилось? Так, здесь у нас что за тайна? Пойдем. Дверь. Крепкая. Замок надежный. Замучишься взламывать. Но! Вот это окошко приоткрыто. Сереж. Давай, давай. Я туда не пролезу. Главное, чтобы Клава не увидела. А что, у вас уже так серьезно все? А ты что, расстроишься? Я очень рада, Сереж. Так. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дань! Дань! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты же сказал, не пролезешь. Я за тебя испугался. Пропал и молчишь. Я зову, зову. Я когда спешу на помощь, пролезу в любую щель. Сереж, прости, пожалуйста, я тут засмотрелась. Взгляни. Это кто? Изотов, Красноперов, Данилюк. В начале экспедиции. Теперь смотри сюда. И здесь Изотов? Я тоже так подумала. Только фотографии 30 лет. Подожди. Красноперов? Красноперов. Только в молодости. И что это значит? Ну, у Изотова ссылки на профессора. Его перемещение по миру, по стране, конференции. Распечатки его статей. Очень интересно. В любом случае, ты права. Изотов с детства знал о петроглифах, но сообщил об этом совсем недавно. Это не может быть случайностью. Красноперов в Лесногорске не просто так. Его привел сюда. Изотов. Вы кто такие? Полиция. Спокойно. Изотов Валерий Дмитриевич? Да, это я. Опусти бердан, Валя. Что вам от меня нужно? Показания. Что было в пещере? Мне с вами говорить не о чем. Я сейчас возьму то, за чем пришел. Мы с вами больше никогда не удивимся. Понятно? Валер, ты с каждым шагом себе срок накручишь. Остановись, пока не поздно. А почему, Дмитриевич? Может быть, вернее называть вас по имени вашего настоящего отца? Что? Вы ведь так похожи. А теперь, Валера, нашим маршрутом прогуляемся. Он же не заряжен. Это вам плюс, хоть и небольшой. Дайте по порядку, Изотов. Где вы пропадали сутки с лишним? В тайге. И чем там занимались? Приходил в себя. Не мог понять, на каком свете я сейчас нахожусь. Но когда очнулся, решил пойти домой за патронами, а там вы. Куда собирались бежать? Обратно в тайгу. Там-то вы бы меня точно не нашли. А мы должны были вас искать? Ну, после того, что случилось... Что же там случилось? Я не знаю. Но когда я очнулся рядом с собой, я увидел мертвого профессора. И вы испугались стать подозреваемым в убийстве, так? Да. Есть что скрывать? Да вы же сами все знаете. Ну, хотим от вас услышать. Только правда, Валера. Больше не шти. Да, Красноперов мой отец. Моя мать училась в университете в Завральске. Он там преподавал. Она не доучилась. Беременная вернулась домой. Но там появился я. Дед настоял, чтобы у меня была его фамилия, его отчество. А когда вы узнали, кто ваш отец? А то еще с детства. Мать никогда от меня ничего не скрывала. И что, ни разу не было желания познакомиться с отцом? Дед был против. Но... Он недавно умер и... А тут ты решил, что время пришло? Да. Захотелось отомстить за несчастное детство? У меня было счастливое детство. Я просто хотел показать ему, что я существую. Ну, познакомиться. Ну, и как? Познакомился? Познакомился. Но ни к чему хорошему это не привело. Вот. Это моя мама. Я никогда не знал этой женщины. Валерий Петрович, ну, этого не может быть. Мне лучше знать, что может быть, а что нет. Я вам скажу больше. У меня нет и никогда не было детей. Возьмите фотографию. Заберите фотографию. Я же есть. Написала вам, чтобы вы приехали и ничего не просила взамен. Да она любила вас всю жизнь. Да мне плевать на ваши фантазии. В научных экспедициях я занят вопросами исключительно научного характера. У меня нет времени на глупости. Отправляйтесь в Лесногорск. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Кстати, сколько вам должен? Этого хватит? Уходите немедленно. Зачем вы вернулись в пещеру? Вы ведь вернулись? Да я... Я никак не мог смириться, но... Мне ведь правда от него ничего не нужно было. Хотел сказать ему это в лицо, да и деньги эти проклятые вернуть. Я же даже не хотел их брать. Вы что, вам удалось поговорить с профессором? Нет. В это время он дрался со своим ассистентом. Прям дрался? Уверены? Ну я это видел сотни глазу. И часто они дрались? Этого я точно сказать не могу, но конфликты были. Павел, кажется, предлагал профессору на чем-то заработать, а профессора это ввергало в бешенство. Данилюк утверждает, что он первым покинул пещеру. Вы можете это подтвердить? Нет. Когда я услышал духов, я закрыл уши ладонями и лег на землю. Сколько я так пролежал, я не знаю. Но когда я очнулся, я увидел рядом с собой мертвого отца. И как это произошло, я не знаю. Валерий Дмитриевич, Валерий Ильич, я бы предпочел остаться Дмитриевичем. Думайте сами. Вы останетесь под стражей, пока не завершится судебно-медицинская экспертиза, а там видно будет. Серега, проводи. Пошли, Валер. Что скажешь? Показания Изотова противоречат показаниям Данилюка. Данилюк утверждал, что Изотов конфликтовал с Красноперами. Кто-то из них врет? Устроим очную ставку. А смысл? Оба могут врать. Нам бы найти такого человека из Академии наук, который знал и Красноперова, и Данилюка. В Академии я уже позвонил, пришлю кого-нибудь. Встретишь? Угу. А я махну в Зауральск, отвезу биометериалную экспертизу. Привет. Привет, Сереж. Какие у нас планы на вечер? Может, погуляем? Да я же тут сегодня по ПТГ нагулялся. Ну, тогда проведем время вдвоем. Я приготовлю что-нибудь вкусное. А потом? А потом... Э-э-э! Что это за Шура Муром на рабочем месте, а? Ну, не нравится что-то. А штрафу у нас. Да, Серега, изменился ты. Раньше был душа человек, тише воды, ниже дровы. А теперь, я смотрю, расправил плечи. Это все благодаря тебе. Ну, разве это плохо? Всему свое время и место. И тебя это тоже касается. Илья Гаврилович, а я подготовила все для вашей поездки. О, ну это хорошо. Отлично. И даже табличку на дверь напечатала. Ну, спасибо. Начальник отделения УВД по городу Лесногорску, подполковник Сагайда Илья Гаврилович. Ага. Зачем? Тебя и так каждая собака знает. И потом, какой ты начальник? Ты пока исполняющий обязанности. Вот именно, что пока. Завтра в областном управлении будет обсуждать мое назначение. А вам впредь советую не заниматься устройством личной жизни на рабочем месте. Вот не зря говорят, большая должность портит человека. А ожидание большой должности превращает его в индюка. Дедушка, у вас что-то случилось? Я ищу ученого. Его зовут Павел. У нас есть один ученый. Зовут Данилюк, Павел Андреевич. Я должен его увидеть. Нет, нет, уже поздно. Приходите утром. Я не могу ждать. Скажи, где он? Вы слышите, что я вам говорю? Здесь больница, у нас режим. Ты не понимаешь. И не собираюсь. Уходите. Придете завтра. Что вы делаете? Прекратите. Вы меня слышите? Прекратите. Прекратите. Мам, спасибо большое. Очень вкусно. Я просто уже не успеваю. Танюш, Максим приехал. Привет. Привет. Давно здесь? Нет. Простите, что так рано. Надеюсь, не разбудил. А, Денис еще спит. Я соскучился. Весь год не скучал? Почему? Просто занят был. Не злись, пожалуйста. Да я не злюсь. Я знаю, что мы у тебя на втором месте после работы. Ты не права, но твое замечание я учту. Макс, ты мог позвонить, предупредить. Можем ли мы тебя принять вообще сегодня? Тань, да я сам только ночью узнал срочная командировка от Академии наук. Я должен собрать все материалы по экспедиции Красноперва. А, я думала, ты к Денису приехал. И к Денису тоже. Ого! Ничего себе ты так вырос. Ну, давай обнимемся, что ли. Максим, как хорошо, что ты приехал. Ты же у нас остановишься? С вашего разрешения. Насколько я помню, здесь гостиниц нет. Ты же помогаешь следствию. Конечно, если нужно. Ну, значит, тебе полагается служебная квартира. Я тебя провожу. Сумочку возьму. Не сердись, пожалуйста. Ну, что у Нины Федоровны. Я сам кругом виноват. Буду справляться. Вы не волнуйтесь. Ну, как не волноваться? Все, пойдем? Нина Федоровна. До свидания. Ну, пока. Ну, что, будем завтракать? Давай умываться. Ключи от служебной квартиры. На работе нам придется зайти. Ну, там еще возьмем дневник экспедиции и записки профессора. Макс, скажи, ты хорошо знал Красноперова? Конечно. Ужасно, что он погиб. Он был выдающимся ученым. Ну, вот Данилюк тоже так считает. Неудивительно, это его любимый ученик. Красноперов во всем ему доверял. Ходят даже слухи, что Данилюк писал за него научную работу. Нормальные у вас там порядки. Ну, бывает, что большой ученый выбирает тему, разрабатывать ее доверяет своему ученику. Держит руку на пульсе. Конечно, большой вопрос, чей это в результате работы ученого или ученика. Тем более, что Красноперов частенько забывал упоминать о помощи Данилюка. Подожди, то есть у него были конфликты? Ну, профессор вообще был склочный человек. Макс, надо понять, у Данилюка был повод ненавидеть Красноперого? Думаю, поводов было более чем достаточно. Дай мне идти. Ох, ранние пташки. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, Тань. Познакомьтесь, это Максим Якушев. Это отцент Уральского отделения Академии наук. И мой бывший муж. Клавдия, наш секретарь. Майор Першин. Сергей. Тань, ты вовремя. Как раз хотела тебе звонить, есть новость от Ильи Дариловича. Ага, выкладывай. Экспертиза показала, что царапина на шее Красноперого была нанесена Данилюком. Других посторонних следов на теле или одежде профессора не обнаружено. Смерть наступила в результате удара головой о стену пещеры. Значит, они дрались. И Данилюк мог его толкнуть. А вы Павла считаете убийцей? Это невозможно, я много лет знаю. Подожди, ты мне только что же рассказывал, что у Данилюка был повод ненавидеть Красноперого. Ненавидеть, да, но не убивать. Это могло произойти случайно. А факт драки подтвержден другим свидетелем событий. Данилюк мог просто испугаться, раздавшись в пещере плача и... Ну, переусердствовать. Какого плача? Ой, Макс, прости, сейчас на это нет времени. Тань, пойдем к Данилюку, послушаем, что он нам теперь расскажет. Да. Клав, выдай, пожалуйста, Максиму ключ от служебной квартиры. Материалы из экспедиции. То видео, которое Сережа снимал в пещере, обязательно. Ну и объясни, что такое плач. Хорошо. Держись. Ну, с чего начнем, Максим? Не знаю, как вас по отчеству. Просто, Максим, начнем с видео. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас авария была. Ночью проводку окоротнула. Сейчас генератор работает. До вашей проводки сто лет в обед. Пойдем. На чем в слове держалась? Ну, ведь держалась. Значит, надоело держаться. Помоги. Угу. Ножевое. Клезвие широкое. Похоже, удар был нанесен охотничьим ножом. Оберег исчез. Какой еще оберег? А-а-а. Да. Спокойно. Не было никакого замыкания. Электрик говорит, проводку ножом перерезали. Я даже знаю, каким. Я не знаю, как так вышло. Приходил какой-то странный дед, спрашивал Данилюка. Я его не пустила. Так он вышел на улицу, начал дудеть в дудку, бить в бубен. Я заткнула уши и уснула. Что за дед? Как он выглядел? У него одежда такая была, как из музея. И волосы такие седые, длинные. Почему полицию не вызвали? Ну, я подумала, зачем вас беспокоить? Вот если б кто-нибудь из пациентов пожаловался? Плохо подумали. Простите, я же не знала. Кто-нибудь еще в Данилюку хотел пройти? Нет, только он. Внимательно посмотрите на фотографию. Такой оберег висел у Данилюка? Да. Я еще спросила, что это. Он сказал, не ваше дело. Сейчас его нет. Вы его забирали? Нет, но я могу еще другую смену спросить. Может, кто из них? Это вы в какой раз смотрите? Сбился со счета. Наверное, что-то важное вы видели? Надеюсь. Какой вы неразговорчивый. Только когда работаю. Ладно, не буду мешать. Похоже, там Азия с Балагурем. Судя по описанию совпадает. А кто еще? Устроил свистопляс, пробрался в больницу. Мне никто ничего не видел. Я же тебе говорю, заморочил всем голову и красноперва он тоже приложу. Зачем Тамаю убивать ученых? У Мариицы в свои порядки. А эти шастали где не надо. Тамай охранял обычаи предков. Вот теперь в пещеру точно никто не сонится. Тамай не идиот. Он не стал бы так открыто действовать. Ладно, выяснили. Все боятся времени, а время боится пирамид. Что это значит? Египтяне строили пирамиды, чтобы увековечить имена великих фараонов. Но видишь, как получилось? Имена фараонов никто не помнит. А про пирамиды знает каждый. И археологи со всего мира приезжают их изучать, но находят больше вопросов, чем ответов. А что еще они там находят? Интересные и фантастические артефакты. О, привет, мам. Таня? Мы тут читаем про пирамиды. Еще я решил, что когда вырасту, обязательно стану ученым. Как папа. Наконец-то ты открыл книги. А что, с этим были проблемы? Были. Да. Потому что школьные книжки, они очень скучные. А то, что ты мне принес, они интересные. Согласен. Денис, ну давай говорить серьезно. Давай пока что отложим этот альбом. Ты займешься внеклассным чтением. Я объясню, почему. Потому что ученый, он должен быть всесторонне развит. Согласен? Ну да. Ну что, договорились тогда? Договорились. Молодец. Танечка, посидишь с нами? В другой раз. Я тороплюсь, мне нужно в тайгу. Нужно переодеться. Пойдешь в пещеру? Нет, в деревню к Марийцам. Нужно кое-что выяснить. Слушай, я тут изучал видео из пещеры. И появилась кое-какая идея. Хорошо. Тогда я вернусь. И мы вместе пойдем в пещеру. Так зачем ты мне? Просто на карте точку покажи. Я сам найду пещеру. Нет, это опасно. Таня, вероятность встречи с духами сегодня равна нулю. Откуда такая уверенность? Я тоже хочу посмотреть на Петроглифа. Денис, иди, пожалуйста, к себе в комнату. Ну, мам, я тоже хочу. В комнату иди свою. Зря ты так. Сегодня ночью убили Данилюка. Это второе убийство, так или иначе, связанное с пещерой. Третьего допустить нельзя. Понял. Не ходи один в пещеру. Третьего допустить нельзя. Вот так и живем. Каждый день, как на вулкане. Нина Федоровна, Татьяна сама выбрала дело своей жизни. И тем, кто с ней рядом, нужно это просто принять. Это я понимаю. Только от этого не легче. У вас прекрасная дочь. Вы замечательная мать. Спасибо, Максим. Можно уже? Можно. Заходи. Пап, а ты мне еще про пирамиды расскажешь? Конечно. Только завтра. Дениска, а сегодня ты мне помоги. Вот яблоки вымой. Я твою любимую пастилу буду делать. Максим, а ты куда-то собрался? Нина Федоровна, не волнуйтесь. Со мной все будет. Хорошо. А что, если это Майя не убийца, а сообщник убийцы? Или кто-то использовал его визит? Отнесла к шуму, он мог целую бригаду киллеров протащить. Опа! С бычьем мечт. Илюху назначили. Так. Ну, что ты, товарищ начальник? Клав, дай ему чебурек. За кузовы давай. О, какие люди. И главное, как вовремя ведь, а? Привет, Люба. Привет. Привет, Татьяна, Сергей. Пожалуйста, присаживайтесь. Будем отмечать илюшное назначение. Вот, сбылась, наконец-то, мечта моей ненаглядной Любоньки. Так, прошу садиться. И сразу предупреждаю, увильнуть никому не удастся. Прости, Илья, Люб, извини, не сейчас. Данилюк убит в больнице. Как убит? Точная картина неясна, но в палатку к нему рвался человек, внешне похожий на старейшину Марийцева, Антамая. Мы едем их допрашивать. Короче, мы к Марийцам. Илюха, ты с нами? Да куда ж он денется? Слушайте, ну, такое событие бывает раз в жизни. Ну, что вы делаете? Убийство у нас, ты не понял? Действовать надо, они банкеты устраивают в рабочее время. Будешь мне рассказывать, что надо делать? Думаешь, я не знаю? Ладно. Езжайте. Рапорт о допросе мне настыл. Ясно? Договорились, Сережка. Чет машина. Ну и ну. Только назначили и сразу убийством. Ну что ж, вы присаживайтесь. Отметим, так сказать, узким кругом, да? Ой. Я к тете Варе обещала зайти и по срочному делу. Клав, не обождет, что ли, твоя тетка, а? Нет, нужно сейчас. Простите. Ну и пусть. В конце концов, это наш с тобой праздник, правда? Люба, ты сама мне всю плеш проела. Почему тебя не повысит? Ну вот повысили и что? Илья, нельзя сейчас праздновать. Человека убили. Пап, можно я с тобой пойду? А яблоки? Ты уже все помыл? Ну, потом помою. Ну, бабушка сейчас же тебя просила. Я бабушке каждый день помогаю. А ты редко приезжаешь. Ты же сейчас в пещеру собираешься? Угу. Ну, так возьми меня с собой. Мы маме ничего не скажем. Ну, как ты себе это представляешь? Будет наш секрет. Денис, мне там нужно кое-что проверить. Я должен помочь маме, это очень важно. Денис, Денис, ты где? А ты пока побудь с бабушкой, пожалуйста. Ну, представляешь, если мы с тобой вдвоем идем, как она будет волноваться? А в пещеру мы еще сходим. Ну, я тебе обещаю. Ну что, договор? Нельзя беспокоить духа в тайге. Ну, я не смог остановить профессора и Павла. И моя душа не могла обрести покоя. Я хотел уговорить духов сохранить Павлу жизнь. Но обряд ваш не помог. Я сделал все. Но если Павел мертв, значит, духи оказались сильнее. Вряд ли духи могли вырубить в больнице свет. Свет и тьма все в их власти. У вас есть нож с широким лезвием сантиметров шесть-семь? Такой нож есть у каждого охотника. Но старейшина не должен проливать кровь. Тамай, вам знаком этот оберег богини Мары? Это подделка. Что значит подделка? Мы делаем обереги из костей священного животного, медведя, царя тайги. А кости у него белые, а этот оберег коричневый. Кто же его мог сделать? Я не знаю. Насколько нам известно, все обереги в селении делает ваш сын. Пойду. Иди сюда. Покажите ему. Узнаете? Нет. Уверены? Да, я помню каждую свою работу. Это не моя. А это чьих рук дело? Я не знаю. Не могу вернуться в мастерскую? Иди. Что еще я могу для вас сделать? Не уезжайте из деревни без нашего разрешения. Я и так никуда не собирался. Пойдемте, я вас провожу. Сереж, я скоро. Ага. Байту? Да. Можно? Да, конечно. Да. А для кого все это предназначено? Я отвожу свои изделия в Зауральск. И там их продают в магазине сувениров. Деньги идут на наши нужды. Разрешите? Да, да, конечно. Можно. Красиво. Очень. Спасибо. Кстати, можете взять на память. Я на службе. Мне нельзя принимать подарки. Понял. Жаль. Жаль. Я знаю, что вы изготовили оберег коричневого цвета для Кайны. Почему вы это скрываете от отца? В общем, я сделал от оберег по просьбе друга. Мориса? Да. Он отдал его Кайне. Это был свадебный подарок. А когда это было? Года три назад. А в чем тайна? Морис, он очень ревнив. Если он узнает, что его жена дала оберег незнакомому мужчине, в общем, ее будут очень плохо. Очень. А вы откуда знаете, что она отдала оберег другому мужчине? Так она сама мне рассказала. Она попросила точно такой же оберег, но у меня уже не было костей этого цвета. Что ж там за кость такая? Медведи, позвольте. Угу. А отец ваш говорит, что это... Отец говорит, отец говорит. Он ничего не знает. Тот медведь, он был старым. Угу. Вот и все. Понятно. Думаешь, Данилюка что-то было с Кайной? Возможно. Она явно не хотела, чтобы муж увидел, как она давала мне оберег. И Данилюк смутился, когда я пронесла ему. Убийство Данилюка. Вместе ревнивого мужа? Если так, то Кайна в опасности. Пойдем быстрее. Морис! Морис! Здравствуйте, Морис. Мы хотим с Кайной поговорить. Кайны здесь нет. А где она? В другую деревню ушла, родственников навестить. Когда вернется? Не скоро, это очень далеко. Не спеши, приятель. Эй, вы куда? Уходите, я вас не звал. Это мой дом. Твой, твой. Жену куда дел? Я уже сказал, Кайны здесь нет. Морис, где вы были вчера ночью? Здесь. Из деревни вообще не выезжали? Нет. Кто-то может подтвердить? Не знаю. Ну что, вы уйдете теперь или нет? Принесите мне стакан воды, и мы уйдем. Вот, вода, пейте сколько хотите. Просто сойдите с места. Вам что надо от меня, а? Слышишь, по-человечески просят. Хочешь неприятности? Кайна, выходите. Она там останется. Это я ее наказал, и только я могу отменить наказание. Это у вас законы такие? Это закон моего дома. За таким крутасом нужно, надо присесть. Нравится такая перспектива? Пойдем, прогуляемся, я тебя все растолкую. Морис, идите. Вперед. Ничего, не бойся. Ты чего молчала? Могла бы хотя бы мяукнуть. Мне было так стыдно. Стыдно за что? Что тебя муж в подпол загнал? Он наказал меня за неверность. Но это неправда. А, то есть между тобой и Данилюком что-то было? Павел, мне нравится и только. И я ему нравлюсь. Но между нами ничего не может быть. Я люблю своего мужа. Кайна, где был Морис вчера вечером и ночью? Здесь. Уверена? Да, Танюха. Убийца из Морисы никакой. Кишка тонка. Стамая тоже. В его субчастие я не верю. Значит, и правда кто-то воспользовался его концертом. Есть кто-то еще в этой истории. Ну, не найдем убийцу, пока не поймем его мотив. Да. С мотивами пока полный швах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Где ты был? В пещере проверял свою теорию. Как нашел пещеру? Красноперов оставил подробный маршрут. то я в дневнике экспедиции даже карту приложил. Ошибиться было невозможно. Макс, я тебе запретила туда ходить. Да ты мне не командир, у меня собственная миссия. Ладно. Тебе все еще интересно, кто плачет в пещере. Духи мне все рассказали. Так вот. Когда со стороны Казахстана дует тропический ветер, а дует вот частенько. Пирамида становится источником звука, похожим на плач младенца. Ты это серьезно? Ну, конечно. И чем сильнее ветер, тем громче звук. Сегодня сильного ветра не ожидалось. Я посмотрел прогноз погоды. Но когда я был в пещере, я услышал звук. Ну, как бы тихий плач. Когда я была в пещере, ветра не было. Но когда был Сагайда, ветер был и был сильный. И Сагайда прям испугался этого плача. Я не сомневаюсь, что звук может быть оглушительным. Смотри. Экспедиция Красноперова впервые попала в пещеру в безветренный день. А когда погиб профессор, был сильный ветер. Я посмотрел все эти дни по прогнозу погоды. И я уверен, что этот звук может сводить с ума. Кстати, когда вскрывали египетские пирамиды, там был похожий эффект. Но это при вскрытии. А эти пещеры открыты сотни лет для морейцев. Они туда ходят, носят дары, воду до духов тайги. Но плач устышали только три года назад. Ты внимательно все осмотришь? Ну, я сомневаюсь. Значит, кто-то построил пирамиду, покрасил ее фосфором, чтобы отпугивать незваных гостей? Ну да, выглядит она зловеще. Значит, Красноперов и Данилюк нашли то, что кто-то хотел оставить в тайне. Татьяна, Шерлок Холмс с вами бы гордился. Подожди. Что можно найти в пещере, кроме Петроглифа? Надо подумать. Мама! Думай. Так. Чего не спим? Мам, а папа с нами будет ночевать? Нет, сынок. Почему? Ну, потому что папа с нами не живет. И не будет. У папы своя жизнь в другом городе. М? Но если он к тебе будет приезжать чаще, я буду только рада. Я тоже. Ну все, теперь спи. Тоже очень поздно. Тихо, тихо. Хотела мне есть на ночь, но это так вкусно. Нина Федоровна, вам нужно шеф-поваром в ресторан идти. А я еще блинчиков напекла с творогом. Хочешь? Мам, остановись, пожалуйста. Если Макс лопнет, он не сможет помочь следствию. С твоим появлением просто настоящий переполох. Извини. Давай вернемся в пещеру. Что вообще находят в пещерах? Алмазы. Древние некрополи. Хорошо. Давай пойдем от начала. Эта пещера для марийцев столетиями была священным местом. Почему именно она? Там рядом много интересных мест. Тайна скрывается в верованиях марийцев. Что для них самое ценное? Марийцы живут по законам предков. Они приносят дары духам тайги. Они делают обереги из костей самого могучего таежного зверя. Это медведь? Да. Подожди. Пирамида появилась три года назад. И тогда же Байтул, сын старейшины, сделал странный оберег для невесты своего друга. Вот старейшина этот оберег не признал. Почему? Он сказал, что он сделан не из костей медведя. Но три года. Это случайное совпадение? А что за оберег? Смотри. Почему он коричневый? Байтул сказал, что медведь был старый. Нет. Кости животных темнеют, когда находятся в земле. Это называется минерализация. Но кости медведя должны быть гладкие, а тут какой-то природный рисунок прожилки, как на мраморе. Угу. Ну, из каких костей тогда это сделано? Ну, я не знаю. Я же не за волок. Хорошо. Это могло храниться в земле, правильно? Я уверен, на сто процентов, что да. А в пещере? Конечно. Подожди. Пещера. Петроглиф. На Петроглифе изображена охота на мамонта. Может быть, этот оберег сделан из костей мамонта? Макс, ты гений. Мне очень приятно, конечно, но... Ты сама до всего додумалась. Прости, я тебе пора. Да. Пока. Пока. Нина Федоровна, всего доброго. До свидания. Блинчики. Спасибо. Пока. Доченька, мне надо с тобой серьезно поговорить. Да, мам. Ага. Ну, не сейчас очень срочное дело. У тебя всегда срочное дело. Три года назад Байтул нашел в пещере кости мамонта, но решил оставить свою находку в тайне. Он прямо в пещере поставил пирамиду, которая в ветреную погоду создает невыносимый звук. Тамай, увидев это, услышав это, подумал, что это духи тайги, прокляли пещеру и запретил Марицын туда вообще входить. А что за прок этому Байтулу от продажи каких-то костей? Ну, не скажите, Илья Гаврилович. Нормальный такой прок. А что это-то со мной на вы-то? Так ты же теперь большой начальник. Может, мне тоже на вы надо перейти? Пора, как думаешь? Танюх. Ребята, ну что вы в самом деле? Ей-богу, ну. Ну, простите вы меня. Да ладно, Илюх. Мир. Мир. Я могу продолжить? Конечно. Кости мамонты стоят дорого. Если они хорошо сохранились, то килограмм тянет тысяч на пятьдесят. Если бивень, то сто тысяч за килограмм. То есть один большой бивень тянет на миллион. Неплохой навар. Да. Байтул торговал своими поделками в Зауральске, он знал цену своим поделкам. Подожди. А статья за торговлю костями есть? Есть за самостоятельное дробление целикового скелета. Это считается палеонтологическими останками и встречается крайне редко. Сколько светит? От двух до шести. Значит, Байтул где-то тайком дробит такой скелет. Думаю, что Красноперов и Данилюк нашли его тайник и как раз спорили о том, как поделить эту находку. Изотов слышал их спор, но он не понял, в чем суть. Так, может, Марис тоже слышал этот разговор. Они жили в его доме. Да. Но Марис друг Байтула. И, возможно, они заодно Байтул выточил для Кайны оберег из кости мамонта. Может быть, это благодарность за молчание? Марис, ты решил выпендриться? Если все так, то Байтул мог убить Красноперова, выбрав для этого ветреный день, когда в пещере вот этот вот плач, из-за которого у ученых была паника. Но Данилюк успел сбежать. Тогда Байтул принял решение поехать за ним в больницу, отобрать оберег, чтобы у никого не было шансов догадаться, из чего он сделан. Короче, круг замкнулся. Находим Костя, ждем Байтула и берем его с поличными. Ну да. Надо идти в пещеру. Илья Гаврилович, вы с нами или будете сторожить начальственное кресло? Что за дурацкие вопросы? Люба меня пилит, что я изменился. Вы туда же. А ты что, не изменился? Ты читал табличку? На своей бери. Да кому оно надо? Ну правда, ну... Меня и так здесь каждая собака знает. Вот. Вот. Вот это другой разговор. Так лучше? А молодец, твой муж. Здорово нам помог. Он мне не муж уже давно. Ну, это вы сами решайте. А то, что он не испугался, в тайгу пошел и шарился там в одиночку. Вот за это уважаю. Вроде бы ученый, книжный червь, ага. Ну, он не книжный червь. Макс ездит в экспедицию. Ну, извини. А это у нас что? Ну-ка. Серега, подсвети. Вот сюда. Опаньки. Ух ты! Тяжело. Вот и все. Что осталось от мамонта? Может, не все? Реально мамонт? Интересно, чей клад? Государственный, Танюш. Государственный. А вот кто его сюда спрятал, это нужно посмотреть. Так, ладно. Будем в саму засаду садиться. А если ветер подует? Я Берушев делу. Все предусмотрела. Да. Так, все, тихо. Может, он где-то рядом. Все. Так, все, тихо. Так, все, тихо. Стоять! Полиция! Танюха! Да что ж ты! Стой! Танюха, за мной! Танюха, направо! Переходи! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Из-под носа ушел гад. Упустили? Ладно. Идем обратно в пещеру. Это я виноват. Договались же братья поличных. Чего я дернулся? Хватит слезы лить. Давайте думать, что делать дальше. Это кто? Вождь краснокожих. Тамай? А что это вы тут делаете? Устал от вас бегать. Нет больше сил. Хотите сказать, это вы сейчас были в пещере? Да. Я был в пещере. Никогда бы не подумал, что мы гонялись за человеком вашего возраста. Это был я. Это я нашел кости мамонта. И поэтому проклял эту пещеру. Это все? В чем вы хотите нам признаться? Нет. Я убил ученых. Зачем? Мой долг – сохранять обычаи и покой нашей общины. А кости как могли этому помешать? Был один случай. Жили в нашей деревне два друга, а не разлей вода. Вместе на охоту ходили. А потом в тайге нашли такие же кости и не смогли добычу поделить. Подрались. И один чуть не убил другого. Старейшина прогнал их из деревни. Когда я нашел такие же кости, то решил, что никто никогда не узнает про них. А ученые тут при чем? Эта пещера должна была оставаться священной для нашей деревни. Ученые хотели помешать этому. Вернуться сюда с большой экспедицией. Вы готовы подтвердить все это на официальном допросе? Да. Я готов ко всему. Вот и хорошо. Пойдемте. Только не спеша. Торопиться не будем. Набегались уже. Сереж, иди с ними. А ты? А я сейчас. Скоро. Байтул? Собираетесь в Зауральск? Да. А в сумке изделия? Нет, мои вещи. Можно я взгляну? Пожалуйста. Угу. Я уезжаю навсегда. Почему, если не секрет? Надоело жить по законам предков. Да оно надоело. Ой, давно. О, жалею, что у него уехало раньше. Все, нет больше вопросов? Есть. Есть вопросы. Отец в курсе ваших планов? Отец в курсе ваших планов? Это не ваше дело. Вы знаете, где он сейчас? Возможно, ушел к этим своим местам силы в паломничество. Он часто так делает. Вы не заметили, Байтул. Отец шел за вами до пещеры. Потом остался ждать. Увидел, как вы бежали. Он решил взять вину на себя и сейчас дает показания. Старый дурак. Что, ваши планы не поменяются? Я ни в чем не виновен. Что? Почему ты его не сдержала? На каком основании? Двойного убийства тебе недостаточно? У нас нет доказательств. Только догадки. Тамай подписал протокол? Подписал. Еще как подписал. Вот же я дурак, что я тебя одну отпустила. Сереж, ну не кричи. Танюше и так плохо. Плохо? Да она потом всю жизнь будет мучиться. Что, я не знаю ее, что ли? Ну, может, все образуется. Найдутся доказательства. Ага, с неба свалится? Может быть, он сам придет. Бывает же такое? Не бывает, Клава. На, вдруг. Я хочу поговорить с отцом. Сереж, приведи Тамайя. Клав, прости, я прошу тебя уйти. А, мне уже пора. Байтул, присаживайтесь. Вы оставите нас вдвоем. Пожалуйста. Это не по правилам. Но мы сделаем исключение. Сереж, пойдем. Отец, что тут наделал? Сделал то, что должен. Ты не оставил мне выбора. Надо сказать Илье, чтобы установил в кабинетах камеры наблюдения. Зачем? Чтобы смотреть и слушать, о чем они там говорят. А. Они прощаются. По нашим законам, только отец сможет ответить за проступки сына. Твои законы ничего не значат. Мир давно изменился. Нет. Наши законы вечны. Они просты и справедливы. Ты можешь избежать людского суда. Но если я не возьму вины за твои поступки, то духи тайги однажды настигнут тебя. Я проклинаю день, когда нашел скелет этого мамонта. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо, Байто. Ты счастливка, молод. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я хочу во всем признаться. Проходите, Байто. Когда ваш отец узнал обо всем? Когда вы показали ему оберег, который я сделал для Кайна, он узнал мою работу и сразу по всем догадался. Хотел, чтобы я сам все вам рассказал. Но вместо этого вы решили уехать? Нет. Я давно хотел уехать. Просто после того, как я нашел скелет, у меня появилась возможность уехать не с пустыми руками. Сами нашли или с вами был кто-то еще? Был. Морис. Угу. Но он побоялся гнева моего отца и решил не участвовать в моих делах. Поклялся, что ничего никому не скажет. Морис, правда, ни в чем не виновен. Хорошо. Когда и при каких обстоятельствах вы обнаружили скелет мамонта? У вас хватит сил добраться домой? Ты гадас мне все. Не поможет понять, как мне жить дальше. Тамай, вас ждут в вашей общине. Они без вас осиротеют. Вы же не можете перестать выполнять свой долг. Не знаю. Никогда не хотелось напиться, а сейчас в самый раз. Петроглифы были для наших древних предков единственным способом рассказать о своих заботах, о своих чувствах, о своих мечтах. А этот Петроглиф, он старше египетских пирамид. Представляешь, какое-то древнее послание. И то, что оно до наших дней сохранилось, это просто чудо. Не зря они старались. Согласен. Мне нужно сфотографировать. Мам, дай телефон, чтобы сфотографировали Петроглифа. Зачем? У нас таких фотографий полно. Но я хочу свою. Понятно. Так, держи. Спасибо. Таня, я вот что думаю. Почему? Мы можем начать все сначала. Вам никуда приезжать не придется. Я сам переберусь с Лесногорска. Тем более, у меня теперь есть возможность работать удаленно. Экспедиции случаются нечасто. А когда случается, я могу брать с собой Дениса, если он захочет. И тебя. Денис захочет. Угу. А я нет. Понятно. Это такая работа. Макс. Я не знаю, могу ли я вообще что-то начать сейчас сначала. Много чего произошло ведь. Был человек. Близкий. Который погиб. Я не пришла в себя еще. Сочувствую. Но время лечит. Ну, наверное. Ну, ты приезжай. Денис тебе очень рад. А я благодарна. Вот так. Хорошо, я понял. Все есть. Ну, что, домой? Идем. Пошли. Пап, а ты когда уезжаешь? Ну, сейчас вас провожу и поеду. А когда приезжаешь? Скоро. Обещаешь? Я клянусь всеми петроглифами планеты. А пирамидами? А пирамидами тем более. О, это да. Меееееееееееееееееее... Ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok